Мне вообще очень сложно было поверить в том, что я ценна сама по себе, что я изначально есть цена независимо от своих достижений, независимо от своего статуса, независимо от своих результатов деятельности. И вот концепция, в которой в целом работает психотерапия о том, что ты изначально окей, ты ценен сам по себе, она открылась и принялась мною абсолютно недавно. Я никогда не считала себя красивой, и когда мне об этом говорят, мне кажется, что это неправда. Мне казалось, что это я. Мне казалось, что это я. И я вот такая. Я жесткая, я стойкая, я сильная, я в этой коже, в шипах, я как будто бы защищаюсь. Обнулившись и сознательно прожил этап выхода из социальных ролей, в которых я находилась, это коснулось и моей самоидентификации. Я увидела о том, что через одежду это было достаточно провокативно, достаточно, ну, говорю я и сижу в красных очках и в какой-то странной юбке из цвета Фокси. Это немножко про другое. Я выгляжу достаточно яркой, привлекающей внимание. А внутри очень пугливая и очень много чего боюсь. И вот это вот несоответствие некоторых очень сильно злит, раздражает. Мне было страшно быть обычной. Сейчас мне не страшно. Почему не страшно? Потому что я приняла, что я обычно. Быть чувственной, тонкой, эмоциональной, чувствующей, бессистемной, недисциплинированной. Это то, что я знаю о себе. В моменте мне очень сложно просить помощь. То есть я привыкла быть очень самостоятельной. Я хочу поделиться своим мироощущением с другими. И пока нет, еще не придумали такие считыватели мыслей. Вот я мечтаю о том, чтобы можно было визуальные образы сны передавать другому человеку. По моему мнению, просто красота в глазах смотрящего. У меня есть один неиспоримый талант — это видеть сильные стороны и потенциал другого человека. Ценность, которую я даю миру — это проявлять ценность других людей. Вселенная может умещаться и умещается в одном человеке. В каждом из нас есть отдельная Вселенная. Если даже для одного человека я была тогда важна из-за какого-то действия, которое ему помогло, вот этого мне достаточно, потому что его мир провернулся. Близость. Знаешь, мне нравится слово «интимность», но она не про сексуальность, а про дистанцию эмоциональную. И вот эта интимность, она как раз и появляется между близкими людьми. То есть когда я могу говорить о чем-то открыто, не боясь осуждения, зная, что я буду принята и зная, что этот человек на моей стороне. То есть вот про эту близость и про эту интимность. Если верить эзотерическим теориям о том, что мы родились именно у тех родителей, которые были назначены свыше эти души, были проводниками наших душ и так далее, то в целом что-то в этом есть. Но и эта близость, она может быть какая-то сакральная. То есть та, которая априорная, то есть та, которая не подразумевает оспаривание. Но опять-таки глубина этой близости, она может оставаться формальной. То есть контакт остается на уровне формального и не отличается интимной откровенностью. То есть вдохновение вот в этом импульсе, который возникает между мной и тобой, между мной и другими близкими. И вот то, каким образом мы вдохновляем друг друга, видим какие-то сильные потенциальные стороны, это и возвращается в меня новой энергетической силой. Мы должны понимать ту ответственность, которую мы делаем своими действиями. Я объективно смотрю на ситуацию в мире и вижу, что происходит. Меня это тревожит, но тем не менее, когда я поднимаю глаза в небо и вижу бескрайний небосвод, я понимаю, что все гораздо шире. И вот делать. Продолжение следует...